Это трусливые кочевники, которые случайно из-под Ташкента 5 лет назад прорвались в Византийскую империю. Когда я жил в Казахстане, то местную национальность русские называли звери. Табуны лошадей, кошма, юрта и все. Все, ничего не будет цивилизации. Традиционно с 19 века в российско-исторической науке утвердился руссоцентризм. То есть повышенное пристальное внимание к особенностям развития только русского народа в ущерб многонациональному населению страны. Вот на страницах учебников народы Поволжья, Кавказа, Сибири появляются, как правило, лишь при описании присоединения этих регионов к России. И потом исчезают снова из повествования. А между тем влияние неславянского компонента на организацию нашей государственности, культуры, да и вообще этнического облика, несомненно, конечно. И по разным письменным, фольклорным текстам разбросаны свидетельства тесной и исконной связи русских с восточными и южными соседями, но и впоследствии соотечественниками. Вот чтобы разобраться в формах, степени интенсивности, хронологии этого влияния на Россию, нужно изучать источники и носители этого влияния. То есть государства и народы, которые в разные времена соседствовали с Россией на юге и востоке. Крупнейшими из таких государств по праву считается Золотая Орда. Ну, как правило, ярким показателем вот такой связи Руси с Ордой являются ордынские заимствования в 13-14 веках. Это была развитая городская цивилизация с высокой самобытной культурой, с обсерваториями, с развитой литературой медицины и так далее. В школах и университетах учащимся до сих пор внушают представления о периоде 13-15 веков, как о времени жестокого порабощения русской земли завоевателями, высасываниями соков из многострадальной Руси. Ханские баскаки выколачивали дань царев-выход. Князья садились на отче истовы не иначе, как по ярлыку ордынского хана-царя. Кровожадные татарские всадники совершали набеги на мирные города и селения. В общем, получается, жуткая картина бесправия и унижения. Вот этот исторический штамп, впитанный поколениями российских школьников и студентов, уходит корнями не просто в официальную имперскую историографию во главе с великими Карамзиным и Соловьевым. Такое отношение к Золотой Орде, ее правителями, жителям формировалось русскими интеллектуалами уже в 13 веке. Гумилев предложил взглянуть на исторический процесс как бы с трех позиций. Из мышиной норы, с кургана и с высоты птичьего полета. Вот если воспользоваться таким оригинальным подходом при разборе русско-ордынских отношений, окажется, что наша традиционная историография, в общем-то, объясняет их, как правило, глядя из мышиной норы. Можно уверить в себя, что святая Русь – это центр мира, что она всегда была окружена врагами, покушавшимися на ее свободу, что она веками стояла как крепость, отбиваясь от посягательств разномастных недугов. Если же подняться чуть выше и посмотреть в курганах, то окажется, что Русь изначально пребывала в окружении равновеликих и равноценных и государственных и культурных систем и взаимодействовала с ними. К таким системам принадлежали европейские страны и Византия, мир ислама и степной мир тюрко-монгольских кочевников. А вот если бы нам довелось взмыть на высоту птичьего полета и, следуя Гумилеву, обозреть Евразию в середине XIII века, то мы увидели бы колоссальную державу, по своим размерам не имевшую прецедентов в истории. Входила ли Русь в состав Золотой Орды? Вот на этот вопрос я склонен сейчас отвечать утвердительно. Да, входила. Вообще вот в Нижнем Поволжье была такая агломерация, сплошная городская застройка, где-то там город Юлистан еще стоял. И даже иногда трудно отделить одно поселение от другого. Почему? Дело в том, что Золотой Орды была довольно необычной для средневековья особенность. Ордынские города демонстративно не имели стен. Нет врагов. Сильнейшее государство Средневековья. Не от кого возводить фортификационные эти укрепления. На громадном этом пространстве Золотой Орды проживало множество народов, говоривших в основном на тюркских языках. Самыми многочисленными из них были кипчаки, оловцы. Общим названием тюркоязычных жителей Золотой Орды стало слово татары. Вот поэтому мы не найдем ни в русских наших летописях, ни в европейских анналах слова монголы. Монгольские войска повсеместно назывались татарами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова